Добрый день, меня зовут Никита Северинов и я продолжаю курс лекций по технологии HTML5 Canvas. В сегодняшней лекции мы рассмотрим методы градационного преподавания изображений. Будем учиться как брать пиксели из изображения и с ними делать различные действия. Также мы напишем сегодня с вами простейшую игрушку, которую вы можете наблюдать на сайте line2.ru Итак, слева у меня два окна, одна папочка lesson04, в ней два объекта, это изображение cat.png, формат png и сама страничка index.html Справа у меня открыт блокнот, в котором я уже проинициализировал канвас и вывел на экран с тегом изображения, само изображение cat.png Для того, чтобы взять пиксели с изображения и произвести манипуляцию с ними, нужно сначала задать переменную, в которой мы запишем все свойства и объекты тега img. Для этого пишем img равно документ.getElementById У меня id img, у вас может быть свой, любой другой точкой запятой. Теперь у нас в переменной img содержатся все объекты, свойства тега img. Теперь давайте отрисуем изображение на холсте, мы это уже делали с вами, и это не заставит хлопот. Функция drawImage Первый параметр у нас идет само изображение, а остальные два параметра отвечают за позицию отрисовки. Вот что у нас получилось, это оригинал, а вот это изображение, по мере того, как мы будем писать код манипуляции с пикселями, будет меняться. Давайте покажем, как произвести инвертацию, то есть как инвертировать изображение. Процесс инвертирования, я думаю, что всем знаком, в фотошопе, думаю, все умеют этим пользоваться. Но как сделать это математически? Как показать в коде, чтобы у нас произошло инвертирование изображения? Для этого мы должны создать переменную data или img data, в которой будет записываться объект пикселей. А после мы должны создать переменную пикселей, в которой мы будем записывать массив пикселей. Да, не забудем еще, что у нас пиксели имеют три канала. Красный, зеленый и синий. Формат TGA и PNG, еще серия других форматов, имеет также альфа-канал. Поэтому не забудьте, после того, как мы будем пробегать по пикселям и у них менять значение, шаг должен быть три или четыре. В дальнейшем вам, наверное, сейчас пока что это ничего не дает, но вот померяем написание кода, вы все поймете. Итак, покажем, как произвести инвертирование изображения. Создаем переменную var.amg.data. Также создаем переменную пиксель. Вот в нашей переменной пиксель будет содержаться массив пикселей. Теперь, давайте здесь вот опишем функцию inversion. Ее создадим. Так, теперь мы должны как-то взять объект data, объект группы пикселей. Для этого есть функция ctx.getImageData. Вот он с указания области на холсте, он оттуда берет все пиксели. Как это делается? Пишем. img.data равняется ctx.getImageData. Здесь указываются четыре параметра. Первые два – это начало захвата. Представьте, мы сейчас, помните, мы рисовали fill-rect и stroke-rect. Первые два – это начальная точка отрисовки прямоугольника. В функциях fill-rect и stroke-rect. Здесь то же самое, но здесь ничего не рисуется. Здесь берется прямоугольные области группа пикселей. Поэтому у нас будут первые два значения 0,0, а остальные два мы пишем. Так как у нас тег идет img, мы можем спокойно указать ширину и высоту. То есть, чтобы лишних пикселей нам не взять, мы укажем точную ширину и точную высоту нашего изображения. Указали. Теперь у нас переменной img.data содержится группа пикселей. Объект группы пикселей. Теперь мы должны в переменную пиксель присвоить значение img.data. Но точка, вот img.data, точка, дата, вот теперь после этого у нас пиксель содержит все пиксели. От нуля до какого-то значения. Так, теперь удобным нам будет, наверное, с вами задать all-n. Это у нас будет длина массива, одномерная в данном случае. Поэтому length равняется пиксель точка length. Указали. Теперь переходим в функцию inversion. Функция inversion должна содержать цикл, в котором мы будем пробегать по пикселям, по каналам пикселей. Поэтому мы должны сразу будем раздробить наш массивчик пиксель на три канала. Красный, синий и зеленый. Пишем цикл for. Пока i равно нулю. И у нас меньше len. Вот мы посчитали длину. И вот теперь, вот здесь вот указывается шаг. То есть у нас первый пиксель будет 0.1.2.3 Или 0.1.2, точнее, иметь, если у вас не содержит альфа-канала. А если альфа-канал есть, то 0.1.2.3 и будет дальше повторяться. Так как у меня PNG, я поставлю шаг 4. У вас есть JPEG и иные похожие форматы без альфа-канала, ставьте 3. Так, теперь, открываем цикл. Первое значение красного канала будет иметь индекс i. Равно. Теперь, чтобы произвести инвертирование красного канала, мы должны вычесть из максимального значения наше значение текущее. Максимальное значение 255. Минимальное 0. Поэтому мы 250 минус пиксель i. Вот здесь мы инвертировали наш красный канал. Давайте сразу посмотрим изменения. Но перед этим, после нашего цикла, мы же должны как-то эти пиксели загнать обратно в изображение. Как это делается? Есть функция, обратная функция, getImageData, putImageData. CTX, putImageData. Здесь мы указываем наш объект data. И указываем, с какой позиции его начать отображать. Смотрим, что получилось. Вот мы видим то, что у нас произошло инвертирование по красному цвету. Заметим, что мы сейчас не пользуемся матрицами при образовании, ни какими-либо другими инструментами. Мы пишем с вами свою функцию. Работа с пикселами. Теперь мы должны произвести аналогичное действие с двумя последующими каналами. Соответственно, у нас будет отличаться на плюс один смещение. Смотрим. Вот так у нас получилось. Теперь для последнего канала. И плюс два. Сохраняем. И смотрим, что получилось. У нас произошло инвертирование нашего изображения. Теперь давайте рассмотрим градационное преобразование. В данном случае степенное преобразование, а точнее контраст. Функцию, наверное, мы можем закомментировать. Нам она пока не нужна. И здесь, соответственно, ее удалим, чтобы она нам не мешала. Ниже поставим. И напишем функцию контраста. Давайте я сокращу, чтобы удобнее было писать. И читать. Чтобы произвести степенное градационное преобразование, связанное с изменением контраста, нужно воспользоваться формулой. Вот я сейчас здесь в комментарии напишу общую формулу, как изменяется, как делается градационное преобразование. Мы должны максимальное значение разделить на максимальное значение в степени гамма. Ну, или фи. Ну, пускай будет гамма. По формуле это гамма. В степени гамма. И вот эту всю дробь мы должны умножить на возведение степени нашего значения пикселя. Пускай напишу вот так пиксель по какому-либо каналу РКБ. И мы должны его тоже возвести в степень гамма. Это обобщенная формула. Мы должны ею воспользоваться для нашего красного, зеленого и синего каналов. Я думаю, после того, как мы произвели основные преобразования, у вас это вам не составит труда. Формулу записали, да? Хорошо. Теперь. Также мы должны позаимствовать цикл с нашей предыдущей функцией. Здесь. Значит, пиксель и равняется 255. Мы делим скобочка мат.полу. Функция полу возводит в степень 250 в степень гамма. Давайте сразу же мы создадим переменную гамма в функции контр. Варгамма. Пускай будет 0,5. Теперь по формуле мы должны это все умножить на значение нашего красного канала, возведенное в степень гамма. И давайте также скопируем функцию put image data. и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим то, что у нас изображение поменяло внешний вид. Ну и внутренний тоже. Итак, также мы должны сделать для всех последующих каналов. Для зеленого и для синего. Смотрим. У нас изображение стало более светлым. То есть можем так поставить. Понимаете, да, как работает? Конечно же мы вот эту гамму можем изменять при помощи анимации и этим пользоваться. с вами был Никита Северинов и в следующем уроке не в этом давайте начнем с данным урок лекции рассмотрим пример построения простенькой игрушки с различными эффектами наверное с ускорением это уж подарно до встречи и надеюсь вам понравилось сегодняшнее понравилось сегодняшнее лекции спасибо твою на 1 5 9 15